Всем здравствуйте! Продолжаю снимать видео о подвоях. После предыдущего ролика, в том числе о подвоях яблони, у многих возникли вопросы. В частности, что такое сеянцы подвои, что такое особенно клоновые подвои, откуда они берутся, как их выращивают и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня исключительно о двух видах подвоев для яблони. Это сеянцы и это клоновые подвои. Для начала давайте о подвои сеянцы. Яблоко. Когда вы его едите, внутри яблока вы всегда можете видеть семечки. Семечки являются отличным источником для получения подвоев. Лучше всего осенние какие-то яблоки или ранне-зимние взять семечко, бросить его в землю, чтобы оно там полежало зиму, в мерзлой земле, подвергло с низким температуром. И весной из этого семечка вырастет молодое деревце. В первый год оно будет маленькое, а со второго-третьего года на нем уже можно делать прививку. Сейчас пойду на улицу и покажу, как это все выглядит в реалии. Вот здесь у меня ряд яблонь, сеянцев, которые я сам лично посадил с осени. Посадил в землю посеялочные семечки. Они взошли. Сначала это были маленькие яблоньки, например, вот такие. Потом они были толще. И как результат, когда они достигли определенной толщины, их уже можно использовать для прививок. Вот смотрите. Вот, например, здесь яблонька. Я ее привил прививочным секатором. Вот место прививки. Вот это место. Таких яблонь здесь раз, два, три, четыре. Четыре яблони и, по-моему, вот это пятое. То есть пять яблонь, которые привиты на подвое сеянец. То есть от слова сеять. Это будут большие деревья, которые будут расти долго, несколько десятков лет. Там и за 50, и за 80. Наносить. Это хорошо с определенной стороны. Но это будут большие деревья. Такие мне деревья нужны. Это я их привил специально для определенных целей. Пять яблонь. Но есть у меня здесь сеянцы, которые на момент прививки этих яблонь, я прививал весной 2021 года. Яблонь были маленькие еще. Тоненькие. Вот они и сейчас тоненькие. А смотрите, какие вот эти. Эти я решил сделать по-другому. На эти дички, на эти сеянцы я привил почку подводя ММ-6. То есть сделал так называемую интеркалярную вставку. То есть суть здесь что? На сейнец прививается среднерослый подвой или карлик. А потом на этот карлик прививается уже сортовое дерево. И получается так. Вы получаете среднерослое или низкорослое дерево, но с большим, мощным корнем, с большой корневой системой, которая не требует опоры, которая в принципе с определенного возраста не требует полива. Вот такой я как бы сделал, такой эксперимент. Посмотрю, что из этого получится. И чтобы не запутаться, я все яблони, которые привиты среднерослыми подвоями ММ-106, я подвязал, вот видите, ленточкой такую, снимал обводку и оставил. То есть вот это, так получается, подвой сеянец. Но больше всего вопросов ко мне задавали по поводу вегетативных подвоев, так называемых, полукарликовых или среднерослых, карликовых и так далее. Как они получаются? Если сеянцы выращиваются из семечка, то вегетативные выращиваются по-другому. Вот давайте я вам расскажу. Вот у меня здесь ряд. Это у меня подвой ММ-106. Подвой М9 карликовый выращивается таким же способом. Как это происходит? Берется побег вегетативного подвоя, например, М9, который вы купили и вам прислали и так далее, и тому подобное. Сажается в землю, допустим, вот такой, да? Вот здесь где-то. Дальше. Он обрезается где-то так наполовину и пригибается к земле. Давайте его так прижму ногой. Он пригибается к земле. Это не снег, а будем считать, что земля. И мы ждем. Ждем дальше. Май наступил. Проснулись почки вот здесь. И появились побеги. Когда побеги имеет высоту где-то сантиметров 10-15, эти побеги нужно окучить. Вот так вот взять. Раз. Насыпать земли. Вот так. Можно земли, конечно, можно специальную щепу или субстрат, но это как бы такое. Для себя можно и землю использовать. Все. Идет время. Побеги встают выше. Опять нужно окучить. Так как картошку. Окучить, окучить. И вот те побеги, которые растут с родного побега, оказываются в земле, они начинают пускать корешки. Как результат, у вас к осени вот такой целый ряд таких побегов. Побегов разных. Толще, тоньше. Какие-то уже подходят для прививки, например, как этот. Какие-то не подходят, например, как этот маленький. Его нужно доращивать. Потом земля раскапывается. Отрезаются вот эти вот побеги от маточного побега. Они с корешками. И вы их используете для прививки. То есть они получаются вегетативным путем. То, что вы раскопали в земле, находится. Опять весной дают побеги новые. Вы их окучиваете. И опять. То есть вот этот вот ряд может работать 15-20 лет. А может быть и больше. И вам давать все время новые побеги, новые подводи. Ну и для личного использования столько побегов не нужно. Подводим. А если вы, например, продаете или у вас бизнес, то, конечно, можно выращивать много и прививать. Вот так вот получаются вегетативные побеги. Опять же повторюсь. Так получаются и среднерослые ММ-106 и карликовые ММ-9. Такое вот видео о подвоях для яблони, сеянцах из семечка и вегетативных, выращенных вот таким вот путем. Надеюсь, вам все понятно. Если есть вопросы, спрашивайте. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok